здравствуйте друзья у нас необычный вопрос молодой человек учится в англии но он там пишет что он там не очень богатый там скажем жить на манхэттене ему дороговато но там учиться в англии учиться он бизнесу и маркетингу и вот он хочет продолжить образование в соединенных штатах и в данном случае его интересует вот где это правильно делать в лос-анджелесе или в нью-йорке то есть он сравнивает для себя нью-йорк и лос-анджелес и вот хотел бы чтобы ему со стороны присоветовали где учиться а я бы конечно так сказал что первые критерии на которые ты смотришь это хорошая школа в которую тебя возьмут поэтому если тебе если школа лучше в лос-анджелесе и же в лос-анджелес если школа лучше в нью-йорке значит будь в нью-йорке то есть это это гораздо выше стоит по приоритетам для меня например чем все остальное кроме того и лос-анджелес потрясающий город большой там есть чем заняться и получать удовольствие от жизни и нью-йорк это вообще рай земной ну по-своему как бы для молодого парня по вам вам же не не то что там какой-то комфорт нужен или там два теплых сортира эти с точки зрения тех возможностей которые у вас есть по части общения с людьми там ну не знаю развлечений чем чем время занять нью-йорк совершенно невероятное место но абстрагируетесь там от того что там климат может быть не 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 идеальный там или но и в лос-анджелесе не идеальный но в лос-анджелесе конечно потеплее по суше и там снега нет а в нью-йорке есть зима такая сырая холодная не ледяная холодная такая промозглая обстал но какая разница ее мою но но в 20 лет чуть и не все равно поэтому тем более с англией сравним и что тут транспорт в лос-анджелесу тяжело ездить и там без машины я даже не могу себе представить как там можно выживать если только поселиться там возле там кемпуса где ты же учишься или прямо на кемпусе поселиться там там сложно с транспортом без машины никак в нью-йорке как раз многие люди живут вообще без машины или скажем того нет на семью только одна потому что они на машине они выезжают из города а так вот по городу и вполне устраивает там же и метро и автобусы там и так далее там очень много городского транспорта что еще по ценам лос-анджелес дешевле намного в лос-анджелесе и покушать недорого и и жилье относительно недорогое то есть скажем если с точки зрения денежки то конечно в лос-анджелесе дешевле вот но для студента честно говоря будучи студентом я бы я выехал в нью-йорк тем более бизнес маркетинг там очень много есть учебных заведений где можно учиться собственной и в лос-анджелесе есть где учиться но но нью-йорк помощнее в этом плане вот но опять если я понимаю что это на иностранный студент что может быть его не берут там самый топ университет и если тебя не берут чтоб университета но уже лежать тут который все-таки получше будет я бы так сказал вы же делаете такую инвестицию на очень много лет вперед вас никто никогда не спросит а ты учился в нью-йорке или в лос-анджелесе вас спросят как что за университет если он на слуху если он известный прилично это одна история если нет так и нет знаете есть такое и другие вот была такая шутка новости на там приходит человек композитор приходит союз композиторов играть почему вот там улице дорогомышского есть там улица мусоргского есть а улице меня нет его и как нет есть он ведь какая же не глинка прям центре москвы вот понимаете плохо быть в категории не не глинка или там и другие вот гораздо лучше быть в категории там о вот ну конечно пожалуйста проходите или там смотри-ка парень там из такой-то школы надо вас надо обязательно позвать вот вот на этом сосредоточьтесь я бы сказал так счастливо